Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, а также зрители моего канала. Хочу с вами поделиться одной классной программкой на Android. Вот, сейчас я вам объясню в чем суть и как я на нее напоролся. Сегодня мне нужно было перевести длину сантиметров в дюймы, точнее наоборот с дюймов в сантиметры. Просто там надо заказать одну детальку на квадрокоптер, про который будет рассказано в ближайшее время на моем канале. Кстати, подписывайтесь, будет очень интересно. Будет постройка дрона с многими функциями, но не об этом сейчас. И мне надо было подобрать пропеллеры на него. И надо было, то есть на всех сайтах, где заказывать детали, либо в магазинах, где покупать, размер указан. Длина на ширину, соотношение в дюймах, оказывается. Чтобы перевести дюймы в сантиметры, я зашел в браузер, набрал там конвертер онлайн, а потом думаю, стоп, у меня же Android. И конвертер, думаю, должен быть. Но я так его не нашел и решил посмотреть на Play Market. Скачал первый встречный и был очень приятно удивлен на самом деле. Потому как кто пользуется телефонами, знает то, что во всех стандартных конвертерах, ну что там, температура, длина, максимум площадь, ну и валюта, которую надо вводить, соотношение. Но нарвался я вот на этот конвертер. Просто на Play Market в поисковике наберете конвертер. Конвертер длины, я кажется, набрал, я уже не помню. Но вот он с таким значком, синий квадратик, две стрелочки в разные стороны. Чем он меня удивил? Я вам сейчас покажу. Заходим в конвертер. Вот это основное меню. Первое, это выбор направления. Второе, это последняя выбранная, это была температура, что я последняя выбирал. Ну это я уже просто лазил, смотрел соотношение, удивлялся этому конвертеру. А так, этого пока изначально нет. Потом настройки, связь, помощь и выход. У нас связь, помощь это с разработчиками. Настройки, давайте зайдем сразу в настройки. Посмотрим, это язык мы выбираем. Точность округления, то есть можем двигать. Но она как изначально стояла на четырех, я так его и оставил. Вот. И сокращение названий. Сокращение я не стал делать, ну и естественно сохраняем это все. Теперь заходим в выбор. Так что мы можем воспользоваться поиском. Потом ввести в поисковик. И вот то же самое, что мы попали, попали бы в выбор направления. То есть тут без поиска. Смотрите, что у нас есть. У нас есть скорость, угловое ускорение, ускорение, скорость передачи данных в интернете, скорость скачивания, хранение данных, масса, сила, длина, объем, площадь, угловые величины, валюта, время, давление, кулинария, одежда, радиация, радиоактивность, скорость потокового, так массовая, скорость потокового объема, объемная, уровень звука, частота, числа, освещенность, сила света, яркость, количество вещества, малярная масса, плотность, индуктивность, так, удельное электрическое сопротивление, короче, тут у нас очень, ну, давайте, вот удельное электрическое сопротивление, электрический ток, электрическое сопротивление, мощность, расход топлива, температура, энергия, и добавить новые. Добавить новые я даже не заходил, просто я не вижу смысла что-то добавлять. я потому что даже в голове у меня не укладывается что сюда можно еще добавить давайте мы зайдем ну допустим я не знаю будем расход топлива зайдем то есть у нас выдается вот такая вот табличка мы можем знать из этого всего одно значение только и по одному значению вычислить все остальное сразу вот смотрите литры на 100 километров на русском написано и на английское значение но допустим моя машина жрет где-то извините за выражение кушает 12 литров на 100 километров до я свои данные вожу 12 и сразу он конвертирует во все известные ему значения то есть это 833 8 километров я на литре проеду да это 5 галлонов на 100 миль это 19 миль на галлоне это 19 литров на 100 миль это 5 миль на литре в но вот такое да возвращаемся обратно в меню ой подождите создать свой основной так это не то что я нажал возвращаемся обратно в меню допустим там объем давайте посмотрим я еще не не везде заходил мне как изначально нужно было там дюйма в сантиметре при перевести там один микролитр это миллилитров сантилитров децилитров литра вот видите переводит очень шикарное приложение я изначально рассчитывал его скачать и перевести там дюймы в сантиметры и удалить его но я передумал я оставлю его себе и когда-нибудь она мне пригодится функционал у данного приложения зашкаливает вот я длину переводил мне надо было допустим 11 дюймов перевести это длина пропеллера вот смотрите 11 извините вот вот элементарно так дюйм дюйма дюйма что-то у нас удаляем 11 дюймов так секунду вот все 11 дюймов и в сантиметр это 27 целых девяносто четыре сотых сантиметра и также ширина допустим там было 4 . 5 сантиметрах так что то не то это наверно сейчас мы еще раз сюда зайдем и попробуем подождите там 0 45 было точно 0 45 было не 4 . 5 сейчас опять вот длина заходим длину и дюймы ставим 0 . 45 это будет на на больше похоже вот это больше похоже на правду один сантиметр и 1 143 сотая то есть 11 сантиметр с копейками самая широкая часть пропеллера вот теперь я представляю какой будет пропеллер какое соотношение на раму ну допустим то что мне надо я теперь могу это все прочертить прорисовать так что вот такое вот так такие вот дела такое приложение интересное то есть я думаю каждый человек здесь найдет подходящие для себя для себя направления чтобы это не считать в умении как составлять какие-то формулы таблицы и так далее и тому подобное элементарно даже не пользоваться к калькулятором вспоминая что на что умножать просто ввели данные и ввели и получили результат на этом я хочу закончить свой обзор данной программы еще раз я вам напомню это самый наикрутейший конвертер который встречал всем спасибо за внимание с вами был славян подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх делитесь моим видео я вас буду радовать дальнейшими обзорами на этом все до новых встреч и и и